Вся жизнь Антона Стокос была связана с госслужбой. Но планы изменились, когда из обычного хобби – изучение сверчков – Антон начал путь в бизнесе. И теперь у него единственная компания в России, которая выращивает пищевых сверчков. У меня в принципе у родителей есть интересные направления бизнесов. Они занимаются выращиванием и разведением медицинской пиявки. Медицинская пиявка – это тот продукт, который был нарисован на египетских пирамидах. Поэтому просто стало интересно, есть ли такое в пищевой сфере, такой продукт, про который писали еще в древности. Но на данный момент люди про это забыли. И начал изучать литературу и понял, что это является саранча, а под вид саранчи – это сверчок. И поэтому весь взор у меня упал на сверчка именно. Сейчас в арсенале продукции Антона самый полезный сок в мире, сделанный из пророщенной пшеницы. В нем содержится 90% от всех существующих витаминов на Земле. Изучением сверчка мы занимаемся уже около двух лет и десяти месяцев. То есть два года это было как хобби, даже больше два с половиной года было как хобби. Мы изучали сверчка, полностью его поведение смотрели, как он себя ведет, изучали его в лабораторных условиях. После этого на протяжении полугода, когда мы поняли, что сверчок абсолютно является безопасным для человека, по всем показателям мы стали делать линейку продуктов. И полгода разрабатывали линейку продуктов, и уже с октября месяца людям показали, что есть такие продукты с добавлением такой стручковой муки. В планах у Антона Стакос стать самой крупной компанией в мире по производству подобной продукции и построить в Ставрополе самый крупный благотворительный фонд. Один из инструментов для реализации своих планов – участие в выставках, организованных Министерством экономического развития. Мы узнали от Министерства экономического развития, что проводится такая выставка, просто случайным образом. И решили позвонить, узнать, есть ли места на выставке. Когда узнали, что звонит именно компания, которая делает муку из сверчков, организаторы очень были рады и пригласили нас по участку этой выставки. Буквально за один день до выставки мы подготовили весь тент и приехали с командой. Четыре вида печенья, лапша быстрого приготовления двух вкусов, каша быстрого приготовления, два вида сыра, снеки из сверчков. Все это из пищевых сверчков на тыкве, кабачке, пророщенной пшенице и кукурузе. Многие из товаров были выставлены в Минводах Экспо и собрали кучу комплиментов. Мне кажется, любая выставка, тем более вот такого уровня, который был у нас на Минводе Экспо, это очень хорошая перспектива для начинающего предпринимателя, для начинающего бизнеса. Поэтому выставка прошла на высшем уровне. Там были крутые шеф-повара, которые, кстати, к нам тоже подходили. И вот сейчас мы будем отправлять им там муку сверчковую, потому что они попросили. Там реально крутые были люди, с которыми были приятно пообщаться, приятно познакомиться. Поэтому выставка прошла, мне кажется, на ура. Министерство экономического развития и его подведомственные организации активно помогают субъектам малого и среднего предпринимательства, включая самозанятых граждан, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории края. Так, в центре «Мой бизнес» индивидуальные предприниматели и самозанятые могут получить консультации, пройти образовательные программы. Для них организуют участие в межрегиональных и международных бизнес-миссиях, выставках, форумах и ярмарках. Здесь помогают пройти сертификацию и организуют продвижение продукции, в том числе на зарубежные рынки, создают и модернизируют сайты и многое другое. Если предпринимателям и самозанятым гражданам нужна финансовая поддержка, то микрозаймы по льгодным программам предоставят фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и фонд развития пищевой и перерабатывающей промышленности. Поручительство обеспечит гарантийный фонд поддержки предпринимательства. Предприниматели, которые хотят получить поддержку, могут обратиться в Министерство экономического развития или его подведомственные организации по телефонам, указанным на экране. Задача Министерства экономического развития – создавать комфортные условия для ведения бизнеса. Динара Эфиндиева, Арсений Саркисов, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.